Как правильно спать, чтобы не откладывались морщины сна? Привет от Татьяны, 49 лет, и хочу вас спросить, видели ли вы такие фотографии или видео, где показывают Вот, вот так вот у вас морщины закладываются, вы когда спите? Ну, конечно же, это маркетинговая фикция, потому что, во-первых, подушка это все-таки не жесткая тарелка, это подушка, которая подстраивается под ваше лицо, и такой жесткости нет. Поэтому мы такой маркетинговый прием в топку не берем во внимание. И мы с вами будем разговаривать о том, что самое главное, чтобы не откладывались морщины сна, хорошо и качественно спать. Самое главное в сне, в этом процессе, нет, в процессе сна, это глубоко спать. Сон должен быть полноценный. Мы с вами думаем прежде всего о здоровье. То есть, вы, во-первых, должны ложиться спать с 10 часов, потому что у нас гормон роста вырабатывается каждые 4 часа днем. Гормон роста с возрастом, его выработка уменьшается. И поэтому, если мы должны с вами очень-очень сберечь, каждые 4 часа днем у нас идет выброс гормона роста. И он у нас особенно интенсивно вырабатывается. Основной блок этого гормона вырабатывается с 10 вечера до 6 утра примерно. При условии, если вы спите. А если вы не спите, то гормон роста не вырабатывается. Представляете? А гормон роста стимулирует выработку коллагена, эластейная. Это ваше здоровье. Это эластичность, крепкость мышц и тонус кожи. Поэтому мы с вами должны хоть убей спать с 10 часов вечера, если вы хотите продлить молодость и сохранить здоровье. При этом спать надо очень-очень крепко. Старайтесь перед сном, конечно же, сократить потребление жидкости. Потому что напились вы и, конечно же, не есть соленое. Конечно же, мы с вами ведем дневник питания. На ужин у нас не менее, чем за 2 часа до сна. А лучше вообще после 6 не есть. И не надо мне писать, что это устаревшее. После 6 можно есть. Кому как, кому как. Мне нельзя есть после 6. Если я поем после 6, я всю ночь спать не буду. И я тогда некрасивая, отекшая. И вес у меня растет. Вот для меня главное не есть после 6. Это вот мое правило. Вы как хотите. Ну ладно, тогда классически за 2 часа хотя бы не едите. И, конечно же, не соленое. Лучше всего на ужин грудка индейки, допустим, с грейпфруктом. Ну просто это идеально. Либо там белая рыба и тоже грейпфруктик какой-нибудь. Это мы с вами про питание сказали. Подушку. Какую выбирать подушку? Да, в принципе, любую. Главное, чтобы вам удобно и комфортно было спать. Чтобы не затекала шея. Мне безумно нравятся подушки вот сейчас, которые с вырезами для того, чтобы на боку спать. Очень нравятся. Вот эти подушечки, да, когда на бок кладешь и вот здесь вырез под лицо. Ой, я прям болтею от них. Есть повыше, пониже, под себя подбирайте. Действительно очень удобная штука. Спать на боку, не спать на боку. Очень-очень рекомендуется для желудочно-кишечного тракта спать на левом боку. Ой, я вообще не могла на левом боку спать очень-очень много лет. Мне казалось, что у меня давит сердце. Но после того, как я поработала с диафрагмами, хорошо-хорошо убрала напряжение в диафрагму, продышалась, я сейчас с удовольствием сплю на левом боку. С удовольствием. Конечно, старайтесь спать равномерно на левом, на правом, чтобы асимметрию не усиливать. И, конечно же, морщины сна образуются в каком случае? Отечность. Это не морщины сна, это скорее отечность. Лицо ночью отекает, и поэтому ваши все заломы контурируются. И из-за того, что отечность сильная, они не быстро отходят. И тонус кожи уже нарушен, хуже стал. И кожа уже перерастянутая становится, потому что ничто так не растягивает кожу, как отечность. Внутренняя отечность перерастягивает кожу, поэтому так сильно контурируются морщины. Поэтому мы с вами прежде всего работаем с лимфой, лимфодренажимся. Мы обязательно следим, чтобы кровоток и лимфоток был у нас в порядке. А чтобы кровоток и лимфоток был в порядке, мы с вами делаем как лимфодренажные упражнения, так и общие физические. То есть мышцы гоняют кровь, мышцы гоняют также лимфочку. А мы, конечно же, можем специальными лимфодренажными приемами улучшить, ускорить процесс вывода межклеточной жидкости. Но, да, и застоялой межклеточной жидкости, которая как болото застаивается, чтобы убрать за пруду, чтобы убрать вот эти блоки. Ну, в основном, конечно же, мы с вами должны дополнить обычные физические упражнения, которые также являются сами по себе лимфодренажом. Все, девчонки, мальчишки, занимаемся спортом, наращиваем объем циркулируемой крови, с утра принимайте контрастный душ, и все. И спите, самое главное, глубоко, и не заморачивайтесь. Так вы спите, не так не спите, главное, на животе не спите. Вот старайтесь на животе, конечно, все-таки вот плохая привычка не спать. Все, пишите свое мнение в комментариях, ваша Татьяна Курчуна, будем на связи. И подписывайтесь на телеграм-канал, подписывайтесь на контакт, чтобы нам с вами не потеряться в случае чего.